всем привет вы на канале магазина пряжи вязаный меня зовут мария сегодня покажу вам нить от итальянской фабрики сиам и она называется примула и смотрите это видео внимательно до конца потому что в нем я спрячу промо код на 7 процентную скидку этим промо кодом можно будет воспользоваться один раз до 15 декабря им сможет воспользоваться 1 1000 покупателей и скидки не суммируются то есть промо код он идет как самостоятельная скидка не зависящая от тех скидок которые у вас успели накопиться если вы у нас покупаете не в первый раз название примула дословно переводится как первоцвет то есть производитель ассоциирует эту нить с нежными чувствительными растениями которые первые чувствуют приближение весны тепла и первыми расцветают такой аналогии производитель нам указывает на нежность нити и и деликатность мягкость составе у нее 50 процентов хлопка и 50 процентов вискозы весит моточек 50 грамм длина нити в нем 125 метров вязать ее рекомендуют спицами и крючком от 3 до 4 выделить в структуре нити отдельных хлопок и отдельную вискозу не получится то есть это единая целостная ниточка она состоит из 8 тонких волокон и каждое отдельное волокно тоже имеет свою скрутку самая тонкая ниточка в структуре скручена из двух волокон по спирали и такая многоступенчатая скрутка делает ниточку износостойкая несмотря на то что в целом скрутка мягкая и также придает нити немного зернистый блеск посмотрите в моточке кажется что нить сплетена в виде шнурка на самом деле у нее обычная спиральная скрутка нить не эластичная она крепкая имеет среднюю толщину очень мягкая и податливая скрутку у нее легкая волокна лежат свободны рядом друг с другом образец спицами мы вязали на рекомендованном номере инструмента на спицах номер три с половиной ажурным плоским узором полотно ниточка ложится мягко в петле кручение не видно но блеск также имеет немного зернистый характер и ниточка красиво переливается то есть она не совсем однородная а тоже имеет свою фактуру при этом петли получаются мягкими и полотно само по себе пластичная пескоза придает ему подвижности и пряжа подходит для таких изделий которые не имеют четкого силуэта и предполагают свободу падения полотна узора в полотне ложатся гладко резинку мы связали на спицах номер три она эластичная но не пружинистая хлопок это плотное волокно она совсем не пружинит она хорошо держит форму при плотном вязании с коза его немного смягчает делает пластичным подвижным но пружинистости она не добавляет и образец крючком мы связали на крючке номер три также уложились в рамки рекомендованных инструментов также ниточка сохраняет свою мягкость на ощупь полотно очень приятное такое сочетание хлопка с вискозой из летних нитей наверное самое нежное что может быть потому что и одна и вторая составляющие натуральные вискозы и и добывают искусственным способом но в ее основе древесины то есть натуральное волокно и вместе два этих компонента дают очень нежный эффект вязать из этой пряжи можно и взрослым людям с чувствительной кожей и маленьким деткам совсем крошкам потому что ниточка не вызывает никакого раздражения она подойдет для вязания не только летних изделий толщина у нее средняя поэтому из нее можно связать также демисезонные изделия с длинным рукавом и вязать эту пряжу нужно аккуратно так как скрутка у нее свободная легкая то волокна могут отслаиваться у фирмы сиам есть еще одна пряжа также сочетание хлопка с вискозой в немного большем метраже 140 метров на 50 грамм это нить называется болеро я их сейчас быстро сравню чтобы вы поняли в чем разница между ними сверху ниточку пряжа болеро и снизу примула видите как отличается скрутка у пряжа болеро она более плотная и в ее структуре лучше проглядываются отдельные волокна она имеет почти такую же толщину но скручена она всего из трех волокон поэтому структуры нити более очевидно блеск у нее тоже имеет зернистый характер и вот сравните нить в моточках сразу видна разница и становится очевиден эффект от этих двух нитей и из пряжи болеро я вязала изделие покажу вам как в полотне она выглядит из примула полотно получается более деликатная более пластичная в болеро она немного более устойчивая хотя про него тоже нельзя сказать что она хорошо держит форму все-таки 50 процентов вискоза в составе но структура у него более очевидная петли как будто более объемные что ли они друг друга поддерживают а у примула петли лежат свободные и как бы струятся вниз и образец и кофточка связано на одном и том же номере инструмента на трех с половиной цвета у этой пряжи такие же нежные как название они сложные полутона имеют очень тонкие грани поэтому сама нить уже украшает изделие своим цветом и даже если вы свяжете изделие обычной лицевой гладью то ниточка красиво ляжет и своим цветом подчеркнет его деликатность его изысканность 10 71 10 72 10 73 999 1000 1048 995 10 25 10 26 10 30 10 17 10 18 0 3 0 1 0 2 10 44 10 87 10 36 девятьсот девяносто девяносто два десять сорок десять тридцать четыре десять восемьдесят восемь десять семьдесят четыре десять двадцать три теперь вы поделитесь своим впечатлением если вы вязали из этой пряжи дальше я также буду рассказывать про пряжу которая вам интересно поэтому в комментариях можете писать про какую пряжу хотели бы узнать в первую очередь и увидимся с вами в следующих видео все всем пока